Всем добрый день! Сегодня у нас жилой комплекс Сармат. Кто не знает, жилой комплекс Сармат состоит из двух очередей, Сармат-1 и Сармат-2. На самом деле, тяжело понять, где заканчивается одна очередь, а начинается другая, потому что это, по большому счету, один большой дом. Давайте посмотрим. Вот смотрите, начинается жилой комплекс отсюда и идет такой большой подковой. И вот в этой подкове порядка размещено около больше тысячи квартир, 1050 квартир и жилой комплексом 12-этажный. Где-то на порталах указано, что 14 этажей, это неправильно, информация кочуется одного ресурса на другой, на самом деле этажей 12. Здесь у нас напротив него стоит жилой комплекс Номад и возле Номада возведен надземный паркинг, который, в принципе, относится к двум жилым комплексам и к Номаду, и к Сармату. Поэтому можно сказать, что этот паркинг они делят между собой пополам. Давайте пройдем, посмотрим уже сам двор. Вот если вы сейчас посмотрите вокруг, то вы увидите большую стоянку, она сейчас свободна, потому что еще не вечер и люди не приехали с работы. На самом деле здесь уже часов после 8 сложно найти место и приходится ездить кругами, чтобы воткнуться и где-то поставить машину. Если вы посмотрите внимательно, то на первых этажах и в Цоколе здесь есть коммерческие помещения суммарных больше 50, то есть на весь жилой комплекс они есть как с этой стороны, то есть можно в Цоколь спуститься, например, с этой стороны, так и снаружи жилого комплекса. Жилой комплекс по себе очень большой, я вот если говорить о муравейнике, то, наверное, это как раз можно сказать про него. Летом здесь постоянно детский шум, галл и гвалт, и я здесь просто жил и помню летом тяжело было заснуть при открытых окнах, там кондиционера не было, было тяжело заснуть, потому что постоянно был шум детский, там дети играли там до двух часов ночи, ниже каникулы до двух до трех часов ночи и тяжело было заснуть от этого шума. Эхо отдавалось от стены до стены и вот такой вот прям сильный был шум внутри жилого комплекса. Так, ну давайте посмотрите, это все подъезды, здесь сильные КСК, сильные КСК и поэтому все ухожено, все почищено и если что-то здесь там ломается, то управляющая компания она сразу же устраняет. КСК здесь от компании Би Групп, ну такое образцово-показательное. Так, здесь у нас в каждый подъезд можно зайти через два входа, один вход это у нас черновой и другой вход это у нас тот вход где есть два лифта, два лифта, один пассажирский, другой грузопассажирский. Кстати, лифты здесь платные, по крайней мере, так было последний раз, когда я здесь был, нужно было приобретать карточку. Так, ну вот нас запустили в подъезд, давайте посмотрим, сразу видно, что здесь КСК от строительной компании Би, сделано все фирменные символики. Здесь у нас по-домашнему искусственные цветы, картины. Так, так, смотрите, к нам приехал лифт, как раз грузопассажирский, давайте зайдем, а, ну да, здесь же он платный. Давайте попробуем проехать, сможем мы или нет. Так, ребята, мы до этого сказали, что лифты платные, но судя по всему уже все. Би Групп услышал своих жильцов и гостей жильцов и отменил. Так, ну вот, подъезд уже, смотрите, здесь и плитка другая, посмотрите, какая плитка, она такая недорогая, очень простая. Давайте сходим на лестницу черновую, посмотрим. Так, ну смотрите, вот полностью вся территория занята машинами вечером и машины стоят вплоть на той стороне, там, где стоит паркинг, тот жилой комплекс, везде, везде, везде стоят машины. Просто я сам спарковал здесь машину поздно вечером и приходилось иногда делать круги, чтобы найти место. Но, в принципе, что могу сказать, места всегда находились, всегда можно было где-то поставить, тем более жилой комплекс, можно найти места еще и вокруг жилого комплекса. Так, давайте спаркинг, посмотрим, что здесь с лестницей. Так, а вот лестницы такие. Лестницы у нас, получается, без естественного освещения, темные. Вообще, по идее, должны стоять датчики. Да, датчики стоят, мы когда проходим, свет загорается. Лестница здесь неотапливаемая, здесь холодно и лестницу здесь используют для того, чтобы покурить, потому что мы видим здесь окурки лежат на полу, но так, в принципе, чисто. То есть здесь не нагажено, запаха никакого нету. Использовать ее, наверное, нужно только тем, могут использовать те, кто живет ниже пятого этажа, те, которые готовы ходить пешком. Ну, а жители верхних этажей... Кстати, хотел сказать, что в пик цен в этом жилом комплексе в конце тринадцатого года, в начале четырнадцатого квартиры. Здесь однокомнатные квартиры площадью порядка около 40 квадратов уходили за... Тогда в долларах цены были за 125 тысяч долларов. Это считалось хорошей ценой. Тяжело было найти квартиры, были популярны. Жилой комплекс был популярен, поэтому иногда даже вообще не было на реализацию квартир здесь. Ребят, давайте подведем небольшой итог. Посмотрели мы сегодня жилой комплекс Армат. Убедились в том, что это не бизнес. Убедились то, что семь лет – это уже большой срок для жилого комплекса в Астане. Есть у него один огромный жирный плюс, который никуда не уберешь и который никогда не исчезнет – это его месторасположение. Один из минусов – это планировки и высота потолков 2,7. И все-таки огромное количество квартир тысячи пятьдесят в этом жилом комплексе суммарно. Поэтому стоит ли здесь смотреть что-нибудь? Ну, наверное, стоит, если не хватает денег на новостройку и если вы вписываетесь только вот в эту ценовую категорию. Если же вы сами живете здесь, либо сможете чуть добавить, взять, скажем так, кредит какой-то на другую уже вторичку, то тоже смотрите, потому что стандарты этого года, он был спроектирован, конечно же, за два-три года до момента его сдачи в эксплуатацию. То есть, стандарты минус 10 лет тому назад, они, конечно, уже сильно устарели, поэтому этот жилой комплекс, ну, точно не бизнес, он сейчас на уровне где-то комфорта, где-то в каких-то случаях даже меньше комфорта. Даже один пример приведу, чтобы зайти в подъезд, нужно подниматься по крутым высоким ступенькам. То есть, сейчас так даже комфорт продвинутые строительные компании не делают. В общем, смотрите внимательно, делайте выводы сами, чтобы вам облегчить выбор, мы будем заливать сюда еще видео не только жилых комплексов на левом берегу, но также добавим сюда и правый берег, посмотрите, будете делать выводы уже самостоятельно. Все, всем удачи, всем реализовать свою мечту, купить квартиру своей мечты. Вот, и смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!